Считается, что Бог по-разному может проявляться в нашем мире. Он может проявляться в виде каких-то святых предметов, в виде икон. Он может проявляться в виде святых личностей, которые молились Богу, которые достигли величайшего просветления. Он может проявляться в виде священных писаний, боговодохновенных, которые дают нам понимание, как устроена эта вселенная. И также сам Господь говорит про себя, что Он проявляется, если говорить о временном измерении, таком, так сказать, хронологическом, потому что Он периодически появляется в этом мире в виде икадыши. Икадыши – это очень святой день. Практически два раза в месяц он происходит. Это одиннадцатый день после новолуния и одиннадцатый день после полнолуния. Если посмотреть на все циклы, глобальные такие циклы вселенские, которые происходят в этой вселенной, считается, что на одиннадцатый день, потому что эко – это один, а даша – это десятка, то есть один и десять – одиннадцать, получается. Это такой алгоритм происходит, что все грехи, все темные вибрации входят в зерно-бобовые. И в этот день икадыши желательно не есть зерно-бобовые. Я сейчас уже не говорю про мясо, потому что в древней ведической веке вообще вегетарианность априори, то есть по изначальному своему положению. То есть он не вкушает мясную пищу, он не является плотоядным. Ну, то есть для высших сословий, для тех, кто заботился о своем, так скажем, духовном здоровье, о своем духовном самосовершенствовании. В этот день желательно не вкушать зерно и бобовые продукты, то есть хлеб. То есть можно есть фрукты, можно есть овощи, молоко, сыр и так далее. Но остальные продукты, то есть такое очищение происходит в кармической вселенной. Так же, как есть приливы и отливы, и, например, они связаны с ходом Луны. Так же, как мы, например, сажаем какие-то злаки, деревья, тоже привязываемся к Луне. Желательно это делать на растущую Луну. И очень важно в духовной науке также сверять свои посты с влиянием таких одних, как икадыш. Вообще, кто-то может спросить, а зачем нужны посты, зачем нужны аскезы? То есть не является ли таким искусственным самоограничением человека? И человеку проще просто не поститься, а вот жить так, как он живет. Ну, во-первых, я могу сказать, что за последнее время, за последние десятки лет написано очень много литературы о пользе голода, лечебное голодание. Поль Брега и многих других авторов, которые научно доказали, что периодический отдых, который мы даем организму во время соблюдения поста, он усиливает ресурсы, он усиливает ту же самую способность к пищеварению нашего желудка, очищает наши органы. И здесь есть только плюсы. Но, с другой стороны, когда мы поговорим про религиозную или духовную жизнь, есть еще более глубокий смысл во скептизме и самоограничении. Для того, чтобы его понять, я расскажу небольшую такую пуран, такую историю. Она содержится как раз в первой части Шримад Багаватам или Багавата Пураны. Мы, помните, с вами на предыдущих семинарах отмечали, что Багавата Пурана сияет, как солнце во тьме кальюги этого железного века, века деградации. И она настолько глубокая, потому что она рассказывает о полноте взаимоотношений индивидуальной души и Бога. Потому что у каждого из нас свои неповторимые, уникальные и очень именно нам приятные отношения с Богом. И Господь так сделал, что Он сотворил нас всех разными. Вот разнообразие – это один из факторов творения. И для каждого из нас Он приготовил уникальный тип любви с определенными оттенками эмоций, с определенными оттенками настроений. И этот тип любви, он именно для нас больше всего подходит. Это наше самовыражение. Мы максимально можем выразить себя в любви. Любовь – это совокупность всех совершенств, как сказал Иисус Христос. И Шимад Багу там описывается, на самом деле, от самого начала точки возникновения Вселенной, как она появилась. Как появился наш прародитель, Господь Брахма, четырехголовый, его зовут еще Чатур Брахма, Чатур Мук Брахма, четырехголовый Брахма, который сотворил на позе лотоса. Он сидел, вначале он видел кругом бесконечные пучины океана, не понимал, что происходит. И если бы он не догадался спуститься по стеблю этого цветка лотоса, на котором он сидел, и под водой он не услышал слова «тапа», «тапа» означает «аскеза». Соверши аскезу, соверши такое самопогружение трансовое, найди вот эту самую точку опоры, как сказал в свое время Архимед, дайте мне точку опоры, и я переверну весь этот мир. То есть я смогу даже поднять Вселенную. Нужен для рычага определенная точка опоры. И вот эта точка опоры действительно является аскеза, «тапа», «тапаси». «Тапа» 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 «Тапа»